Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя тема нашей лекции посвящается острому аппендициту и его осложнению. Острый аппендицит – неспецифическое воспаление червеобразного отростка, самое распространенное хирургическое заболевание. Аппендицит волновал хирургов многое десятилетие, несмотря на то, что с болезнями этого маленького органа, не имеющего самостоятельного значения, борется многочисленная армия хирургов всего мира, по полной победе еще далеко. Один из крупнейших русских хирургов, греков, назвал острое воспаление червеобразного отростка хамелеоноподобным заболеванием, которое не находит там, где предполагают, и обнаруживают там, где о нем совсем не думают. Это в полном мере можно отнести и к лечению аппендицита. Удаление червеобразного отростка считают легкой операцией, доступной студентам 4-5 курсов, но бывают случаи, когда эта операция требует большого искусства и опыта солидного хирурга. Червеобразный отросток, являясь небольшим придатком слепой кишки, расположен в право-поздочной области, который образован терминальным отделом поздочной кишки, слепой кишкой с червеобразным отростком и начальным отделом восходящей толстой кишки. Слепой кишкой называют тот отдел кишки, который располагается ниже места впадения подвздошной. Слепая кишка может иметь различные формы – конусообразную, мешковидную, грушевидную, шаровидную и так далее. Положение слепой кишки весьма вариабельно. Принято считать, что у мужчин нижний край слепой кишки располагается в 4-5 см от середины пупартовой связки, а у женщин – несколько ниже. Однако могут быть и отклонения от этого положения. Например, бывает высокое положение слепой кишки, когда она находится в правом подреберье и сможет соприкасаться с нижней поверхностью печени и с почкой. Низкое положение, когда слепая кишка находится в малом тазу и входит в соприкосновение с органами малого таза. При внутрипрущинном положении и наличии длинной брыжейки положение слепой кишки неопределенное. Она может находиться около пупка, в левом подреберье, в левой подвздошной области. Более высоко слепая кишка находится у детей и значительно ниже у стариков. Высокое положение слепая кишка занимает у беременных женщин, особенно в последние месяцы беременности. У большинства людей слепая кишка со всех сторон покрыта брюшиной, но может занимать мезоперитониальное положение, и тогда она малоподвижна или вовсе неподвижна. При аппендиците следует помнить о складках и карманах брюшины в области слепой кишки. Бывают случаи, когда червеобразный отросток попадает в брюшинный карман и после перенесенного приступа острого воспаления перекрывается спайками, которые с течением времени приобретают вид брюшины, а тросток исчезает из брюшной полости. Конечно, надо помнить и о возможности врожденного отсутствия червеобразного отростка, но это бывает чрезвычайно редко. Червеобразный отросток отходит от слепой кишки в области схождения мышечных лент в 2-3 см от места впадения подвздошной омуты – кишки. Название расшифровывает форму червеобразного отростка. Длина его 7-8 см, но может быть 1-2 и 15-20 см и более. Толщина отростка составляет от 0,5 до 1 см. К старости отросток уменьшается, стенки подвергаются склеротическим изменениям, в результате чего просвет его уменьшается или исчезает вовсе. Переднее положение отростка, когда верхушка его направлена к передней брюшной стенке, встречается редко, а заднее или так называемое ретроцикальное положение бывает у 9-25% больных. Различают три вида ретроцикального положения отростка – внутребрюшинное, внутрисстеночное и забрущинное. Знание возможности таких положений отростка при отсутствии его на обычном месте в брюшной полости обуславливает необходимость шательной ревизии задней стенки слепой кишки и забрущинного пространства, для чего необходимо рассечь паритальную брюшину около слепой кишки. При ретроцикальном положении червеобразный отросток нередко бывает длинным и может достигать своей верхушкой почки, печени и длиносперстной кишки. Забрущинно расположенный отросток может находиться у основания брюшеки тонкой кишки, на позвоночнике, под печенью, на мочеточнике, около яичника, трубы, на стенке мочевого пузыря и даже параметрии. При острых его спалениях упомянутые органы могут вовлекаться в процесс и соответствующим образом изменять клиническое течение заболевания. Илецикальный отдел кишечника получает артериальное кровоснабжение через поздочно-ободочную артерию, артерию или колика, которая отходит от верхней брюшечной артерии. Одной из ветвей поздочно-ободочной артерии является аппендикулярная артерия, артерия аппендикулярис, отходящая обычно одним, реже несколькими стволками, осуществляя кровоснабжение червеобразного отростка и проходящая в его брюшеки. Оттоп крови от илицикального отдела кишечника происходит по поздочно-ободочной вене вена или колика, впадающая в верхнюю брюшечную вену, участвующую в формировании вородной вены. Одной из ветвей поздочно-ободочной вены является вена аппендикулярис. Иннервация элекцикального угла осуществляется верхним брюшечным сплетением, имеющим связь с солнечным сплетением и принимающим участие в иннервации всех органов пищеварения. Функциональное значение червеобразного отростка еще окончательно не выяснено. Попытки некоторых ученых доказать, что это рудиментарный, ненужный орган оказались несостоятельными. Твердо установлено, что червеобразный отросток выделяет щелочной сок, содержащий амилазу или пазу, а следовательно принимает участие в процессах пищеварения. Второе. Содержит много лимфатических фолликулов, которые выполняют защитную роль, поглощая микробы, и в определенной степени кровотворную часть лимфоцитов поступает в вены отростка. Кроме того, диаконов в экспериментах на кроликах показал наличие червеобразного отростка перистатического гормона. Состояние червеобразного отростка оказывает рефлекторное влияние на желудок, дуаденум и другие органы. Из приведенных сведений о физиологии червеобразного отростка напрашивается один вывод. Червеобразный отросток – функционирующий орган, и его следует удалять только при наличии патологических изменений. В вопросах и теологии и патогенеза острого аппендицита много неясного. Очевидно, однако, что острый аппендицит – это неспецифическое воспаление червеобразного отростка, развивающееся в результате изменившихся биологических соотношений между организмами человека и микробами. Возбудителями инфекции при остром аппендиците могут быть стафилокопки, кишечная палочка, смешанная и анаэробная флора. Но еще нет ответа на вопросы, почему у одних людей возникает острый аппендицит, а у других нет, почему у одного больного быстро развиваются деструктивные формы, а у другого в течение нескольких дней сохраняется катаральное воспаление. Или, иными словами, что является причиной аппендицита и фактором, определяющим его генез. Для объяснения этих вопросов существуют различные теории застоя, глистной инвазии, ангионевротическая, инфекционная, кортиково-сцеральная теории, связывающие возникновение острого аппендицита с ангиной, нарушением функции баугиновой заслонки и т.д. Высказывается мнение о роли аллергии в происхождении острого аппендицита в том, что в воспалительном процессе при остром аппендиците аллергический фактор играет доминирующую роль. Считается, что аллергическая теория больше освещает не теологию, а нейрогенная, сосудистая и инфекционная теория патогенеза острого аппендицита. Однако ни одна из них не может дать исчерпывающего объяснения теологии патогенеза острого аппендицита. Каждая из названных теорий содержит в себе рациональное зерно, объясняя некоторые стороны происхождения острого аппендицита. Трудно систематизировать заболевания, имеющие сложную и разнообразную клиническую картину и различные патологоанатомические изменения. Предложено много классификаций аппендицита, ни одна из которых не может быть признана вполне удовлетворительной. На сегодняшний день используется следующая классификация, которая отражает основные формы аппендицита и позволяет определить особенности операции, предоперационной подготовки и послеоперационного лечения. Так, по классификации Колесова, острый аппендицит бывает трех видов. Простой или катаральный, деструктивный, осложненный. К деструктивному аппендициту являются геммонозный, гангренозный и перфоративный. К осложненным формам острого аппендицита относятся осложнения перитонит, сепсис, инфильтрат, адсцесс, пилифлибит. Патологическая анатомия. Патологические изменения, развивающиеся при остром аппендиците, касаются не только червеобразного отростка. Диапазон патологических изменений велик от незначительной гиперемии серозной оболочки червеобразного отростка при катаральном аппендиците до тяжелого разлитого перитонита или пилифлибита с вовлечением в гнойный процесс всех органов брюшной полости, сопровождающихся глубоким нарушением обменов процессов и непоправимыми анатомифункциональными сдвигами в жизненно важных органах. При простом аппендиците паритальная брюшина имеет обычный цвет, а выпыта брюшной полости не бывает вовсе или его мало, и он без запаха. В слепой кишке и сальнике изменений не обнаруживается, но иногда сирозой их слегка гиперемирована. Патологические изменения концентрируются в червеобразном отростке. Сироза на всем протяжении или на ограниченном участке гиперемирована. Отросток плотноват, слегка отечен. Более выразительные изменения бывают при флегмонозном аппендиците. Паритальная брюшина утолщена, гиперемирована и тусклая. В брюшной полосе, как правило, бывает выпад, количество и характер которого зависит от вирулентности инфекции, давности заболеваний и реактивности организма заболевшего человека. Все органы, прилижающие к червеобразному отростку, вовлечены в процесс. Червеобразный отросток на всем протяжении или лишь частично толще не напряжен. Сирозная оболочка его красная, а при далеко защитившем процессе желтоватая за счет гноя. При тотальном поражении отростка гной скапливается в просвете отростка и растягивает его, формируется МПМ. В процесс вовлекается и брюшейка отростка. Она утолщена, листки ее гиперемированы и отечны. Иногда может видеть вовлечение в нагноительный процесс, корни брюшейки. Чаще всего признаки гнояно-воспалительного процесса обрываются у основания отростка или ограничиваются дистальными его отделами. В просвете отростка находится различное количество гноя с неприятным каловым запахом. Гангренозный аппендицит возникает в тех случаях, когда воспалительный процесс сразу или постепенно приводит к тромбозу сосудов и нарушению питания червеобразного отростка. Изменения в пареетальном брюшине зависят от длительности и особенностей течения воспаления. Она может иметь нормальный вид или быть утолщенной и с гнойно-фибринозным налетом. Маленьеносно развивающиеся гангрены отростка не успевает вызвать воспалительные реакции при лежащих органах и брюшины, а потому они нередко протекают без выпыта. Выраженные воспалительные изменения в тканях и большое количество гнойного эксудата бывают в тех случаях, когда тромбоз и омертвение отростка являются следствием его фигмонозного спаления. Червеобразный отросток при гангрене на всем протяжении или частично имеет черный-зеленый цвет. Стенка его дряблая, тонкая, легко рвется и тогда из просвета вытекает зловонный коричноватый гной. Если гангрена отростка явилась следствием флегмоны, то напряжение ткани может сохраняться. В таких случаях некрозы бывают ограниченными. Распространенность некроза зависит от характера, вовлеченных в процесс сосудов и типа кровоснабжения червеобразного отростка. Понятно, что тромбозоаппендикулярной артерии в основании отростка при магистральном типе ее строения вызовет тотальный некроз. В микроскопическое исследование обнаруживают признаки некроза в сохранивших структуре тканях гнойного спаления. Проботной аппендицит является завершающей стадией флегмонозного или гангренозного аппендицита. Проботной отверстий может быть различного размера и располагается в любом отделе отростка. К прободению приводит ограниченный некроз или гнойного расплавления стенки. Гнойное содержимое отростка изливается в брюшную полость и усугубляет течение процесса. Ориентальные брюшины и прилижающие органы гиперемированы и отечны. Часто при прободении отростка окружен сальником, что предупреждает распространение инфекции по брюшной полости. В таких случаях сальник отечен и гиперемирован. В брюшной полости бывает гнойный или гнойно-геморрагический выпад, однако выпада может и не быть. Это касается тех случаев, когда процесс быстро отграничивается сальником. При прободном аппендиците отросток чаще всего имеет изменения, свойственные флегмонии. Общее состояние у больных острым аппендицитом бывает удовлетворительным или же средней тяжести. Оно становится тяжелым в запущенных случаях, когда больного с деструктивными формами аппендицита доставляют спустя 24-48 часов от начала заболевания. Следует отметить, что общее состояние и поведение больного, как и интенсивность болей, не всегда соответствуют выраженности характера воспалительного процесса в червеобразном отростке. Иногда у больного, сильно страдавшего от болей и представляющегося довольно тяжелым, на операции обнаруживается катаральный аппендицит. Очень важно провести самые подробные, последовательные исследования больного. Необходимо еще раз напомнить, что исследование органов пищеварения надо начинать с ротовой полости и лишь после этого можно приступить к исследованию живота и выполнять его по строгой схеме. Осмотр активного движения, перкуссия, пальпация, аскультация, симптомы, исследование через прямую кишку или через влагалище. Перед исследованием органов пищеварения определяют общее состояние больного, измеряют температуру, считают пульс и число дыханий в минуту. Язык обложен белым или сероватым налетом, сухость языка и зубов указывает на вовлечение в процесс брюшины. Надо непременно получить ясное представление о состоянии больного зубов, зева и слизистой ротовой полости. Это необходимо не только для диагностики, сколько для получения представления об общем состоянии больного и возможного выявления других заболеваний. При осмотре живота обнаруживается воплощение правой половины живота и отставание ее в дыхании. На остальном протяжении живота, живот умеренно вздут, активные движения сопровождаются болевой реакцией в право-подвздошной области. Иногда эта реакция столь выражена, что больные не могут выполнять активные движения при покашливании. Они вскрикивают и хватаются руками за брюшную стенку. Изучение активного движения дает врачу возможность определить локализацию патологического процесса и выраженность болевой реакции. Резкая болезненность в животе при покашливании диктует врачу особую осторожность перкуссии и пальпации. Перкуссию выполняют, начиная с отдельных отправок подвздошной области участков в брюшной стенке по принятым правилам. При основном аппендицит отмечается перкуторная болезненность в области слепой кишки, а при наличии выпыта или инфильтрата притупления. Поверхностную пальпацию начинают обеими руками, определяя болезненность и выраженность напряжения мышц. Эти симптомы обнаруживаются в право-подвздошной области. Если перкуссия показала притупление, то при пальпации надо ответить на вопрос, чем она обусловлена – выпытом или инфильтратом. В последнем случае пальпируется плотное неподвижное образование. Глубокую пальпацию выполнять не следует, ибо она вызывает резкую болезненность и трудно выполнима из-за напряжения мышц, усиливающиеся даже при легком дотрагивании до брюшной стенки. При перкуссии и пальпации следует определить участок наибольшей болезненности. Аускультация показывает некоторое ослабление кишечных шумов и исчезновение их при перитоните. Этот грозный симптом старые авторы называли гробовой тишиной. После завершения общего исследования живота можно приступить к проведению специальных методов исследования, проверке симптомов, свойственных острому аппендициту. Описано более 100 симптомов острого аппендицита. Знание всех этих симптомов не только не нужно, но и вредно. Большинство из них не имеет никакого значения и лишь запутывает мышление врача и задерживает время окончательного вывода о диагнозе и лечении. Вполне достаточно провести проверку следующих симптомов. Кохера Волковича, Рокзинга, Ситковского, Бартамье Михельсона, Раздольского, Щепкина-Блюмберга, Воскресенского, Образцова и Иванова. Симптом Кохера Волковича. Перемещение болей из эпигастральной области в правую подвздошную область через 2-5 часов от начала заболевания. Симптом Рокзинга связан с появлением болезненности в правой подвздошной области при толчкообразных сотрясениях ручной стенки в левой подвздошной области, причем во время толчков, производимых правой кистью, кончиками пальцев, левой руки пытаются придавить сигмовидную кишку к задней стенке живота. Симптом Ситковского считают положительным в том случае, когда при положении больного на левом боку появляется или усиливается боль в правой подвздошной области. При пальпации правой подвздошной области в положении больного на левом боку болезненность усиливается. Этот симптом носит имя Бартамье Михельсона. Симптом Раздольского при перкусии, молоточком или пальцем в брюшной стенке появление болей в правой подвздошной области. Симптом Щеткина-Блюнберга заключается в том, что при быстром отнятии кончиков пальцев, придавливающих переднюю брюшную стенку, возникает болезненность. Симптом Воскресенского проверяют следующим образом. Левой рукой натягивают рубашку и фиксируют ее на лапке. Кончиками пальцев правой кисти слегка надавливают на брюшную стенку в области мечевидного отростка и во время выдоха проводят быстрое равномерное скользящее движение отсюда по направлению к правой подвздошной области, где руку задерживают, не отрывая ее от брюшной стенки. Симптом образцово связан с усилением болезненности во время пальпации слепой кишки при напряжении пояснично-подвздошной мышцы. При положении больного на спине нащупывают на и поле болезненное место правой подвздошной области и в этом положении фиксируют кончики пальцев. Больного просят поднять выпрямленную правую ногу до угла в 30 градусов. При этом болезненность усиливается. Опускание ноги сопровождается уменьшением болезненности. Симптом образцово особенно оценен при ретроцикальном положении телевообразного отростка. Симптом Иванова – сокращение расстояния между кубком и правой верхней передней осью подвздошной кости за счет напряжения мышц правой половины живота. Осмотр каждого больного надо заканчивать пальцевым исследованием через прямую кишку у мужчин и детей и через влагалищ у женщин. Об этих методах исследования забывать нельзя. Они помогут распознать тазовое положение телевообразного отростка, тазовые инфильтраты и разрешать некоторые вопросы дифференциальной диагностики острого аппендицита с патологией внутренних половых органов у женщин. Непременным условием диагностики острого аппендицита является исследование мочи и крови. Лейкоцитоз и сдвиг формул белой крови влево дополняют представление о характере процесса, а изменения в моче могут указать на патологию со стороны мочевой системы. Однако даже при деструктивных формах аппендицита изменения в крови могут быть минимальными, а патологические примеси в моче явятся результатом острого аппендицита. Поэтому лабораторные методы исследования нельзя рассматривать как ведущие решения вопроса о диагнозе и операции. Диагностика острого аппендицита у большинства больных не представляет труда. Надо лишь вспомнить о необходимости использования для распознавания острого аппендицита всех данных, которые мы получаем при исследовании больного, от жалоб до локального статуса и дополнительных методов исследования. Однако нередко дифференциальная диагностика острого аппендицита бывает трудной, особенно у женщин. Мандор писал, «Хороший клиницист должен уметь распознавать под самыми слабо выраженными признаками опасность со стороны брюшины, локализовать место поражения и дать ему правильное название». Это верно, но не всегда выполнимо. Более верным надо считать следующее правило. В трудных для постановки диагноза случаях, но при наличии катастрофы выживателя не всегда следует добиваться точного распознавания причины этой катастрофы. Надо вскрывать брюшную полость и в момент оказания помощи разрешить вопрос о причине перитонита. Дифференциальная диагностика основывается на глубоком и исчерпывающем знании всех особенностях клинического течения острого аппендицита и хорошей осведомленности о заболеваниях, которые могут симулировать острый аппендицит. Полностью изложить дифференциальную диагностику острого аппендицита невозможно. Слишком многоколикая клиническая картина этого заболевания. Конечно, у большинства больных дифференциальная диагностика не вызывает большие трудности. В трудных случаях, как уже было указано выше, надо решать вопрос не о диагнозе, а о тактике. Нуждается ли больной при данной непонятной клинической картине в экстренной операции или его состояние позволяет продолжить наблюдение и углубить исследование. Хорошее знакомство со всеми особенностями острого аппендицита показывает, что это заболевание может симулировать любую болезнь органов, локализующихся в брюшной полости и в забрюшенном пространстве. Наоборот, болезнь любого из этих органов может дать клиническую картину, похожую на острый аппендицит. Вот из этого немудреного положения и надо исходить при дифференциальной диагностике хитрого короля хирургической патологии. Дифференциальная диагностика со всеми другими заболеваниями проводится по принципу сравнения общих и несвойственных дифференцируемым заболеваниям проявлений при непременном учете всей информации от жала до лабораторных и рентгенских методов исследования. При этом надо иметь в виду, что острый перфоративный аппендицит при высоком положении слепой кишки и червеобразного отростка может дать клинику проводной язвы желудка. Камень мочеточника, задерживавшийся в право-воздушной области и вызвавший реакцию брюшины, даст положительные симптомы щеткина Брюнберга, Обрасова и Ситковского и некоторые другие. Также как выявлено значительное повышение уровня амилазы крови и мочи не исключает острого аппендицита, ибо последний может вызвать реактивный панкреатит и т.д. Дифференциальная диагностика острого аппендицита должна проводиться с пятью группами заболеваний, с заболеванием органов брюшной полости, органов забрюшенного пространства, с заболеваниями органов грудной клетки, с инфекционными заболеваниями, с болезнями сосудов и крови. Следовательно, острый аппендицит надо дифференцировать с пищевыми токсикоинфекциями, тифопаратифозной инфекцией, свинцовой коликой, левопневмонией, племритом, гастритом, язвенной болезнью желудка и демосперстной кишки и рассложнениями, различными формами холецистита, холангитом, острым панкреатитом, почечной коликой и острым пелонефритом, камнем почки и мочеточника, паронефритом, циститом, опухоли и туберкулезом слепой кишки, непроходимостью кишечника и многими острыми и хроническими заболеваниями внутренних половых органов у женщин. Перфоративная язва желудка или демосперстной кишки отличается от острого аппендицита внезапным появлением резких, чрезвычайно интенсивных болей в эпигастральной области, доскообразным напряжением мышц передней брюшной стенки, резкой болезненностью, возникающей при пальпации живота в эпигастральной области и правом подреберье. Наличие свободного газа в брюшной полости, что может быть определено перкуторно или рентгенологически. Отличие заключается также и в том, что в первые часы после перфорации температура тела больных остается нормальной. Симптом Щеткина-Блюнберга при перфоративном вязве хорошо определяется на обширном участке эпигастральной области и правом подреберье. При дифференциальной диагностике не следует придавать слишком большого значения указаниям на наличие язвенной болезни в анамнезе. Этот признак не имеет большой ценности, так как хорошо известно возможность перфорации язвы у больного без язвенного анамнеза. В то же время наличие у больного язвенной болезни не исключает возможность развития у него острого аппендицита. Острый холецистит отличается от острого аппендицита. Локализация болей в правом подреберье с характерной иррадиацией в правом плечо, надплеча, лопатку, многократной рвотой желчью, не приносящей облегчения. Боли возникают чаще всего после погрешности в диете. При пальпации живота болезненность, напряжение мышц и симптом Щеткина-Блюнберга определяют в правом подреберье. К тому же нередко удается пальпировать увеличенный напряженный желчный пузырь. Температура тела больных при остром холецистите обычно выше, чем при аппендиците. Довольно трудно, а порой практически невозможно отличить острый холецистит от острого аппендицита при подпеченочном расположении червеобразного отростка. В сомнительных случаях помогает лапароскопия. Острый панкреатит иногда трудно дифференцирует с острым аппендицитом. При остром панкреатите рвота, как правило, многократная. Боли обычно локализуются в эпигастральной области. Они очень интенсивны. Здесь же при пальпации отчетливо определяется резкая болезненность, выраженное защитное напряжение мышц живота. Температура тела остается нормальной. Для панкреатита характерны некоторые вздутия живота в результате пореза кишечника. При рентгеново-экетинследовании видно раздутая газом паритичная поперечная кишка. Болезнь при надавливании в левом рюберно-позвоночном углу характерна симптом острого панкреатита. Определение уровня диастаза в моче и крови обычно позволяет уточнить диагноз его повышения патогномомичный симптом острого панкреатита. Болезнь крона и воспаление дивертикула мекеля могут давать клиническую картину сходную с острым аппендицитом. Так что дифференциальный диагноз этих заболеваний до операции труден. Если во время операции изменения в червеобразном отростке не соответствуют выраженности клинической картины заболевания, следует осмотреть участок поздочной кишки на протяжении 1 метра, чтобы не пропустить болезнь крона или воспаление дивертикула мекеля. Острую кишечную непроходимость обычно необходимо дифференцировать с острым аппендицитом в тех случаях, когда ее причиной является инвагинация тонкой кишки вслепую, что чаще наблюдается у детей. При этом характерно появление схваткообразных болей, однако нет напряжения мышц живота, а симптомы раздражения брюшины выражены слабо. При пальпации живота определяет малоболезненное подвижное образование, инвагинат. К тому же имеются отчетливые симптомы кишечной непроходимости, вздутие живота, задержка отхождения стула и газов при перпусе живота определяет тимпанит. Довольно часто в прямой кишке выявляют слизь с кровью. Острый аднексид может вызвать значительные трудности при дифференциальной диагностике с острым аппендицитом. Для острого аднексида характерны боли внизу живота, эрадирующие в поясницу или промежность, повышение температуры тела. При опросе больных можно устанавливать в прошлом наличие воспалительных заболеваний женской половой сферы, нарушение менструации. При пальпации определяет болезненность внизу живота, над лобком, с обе сторон. Однако, напряжение мышц брюшной стенки столь характерное для острого аппендицита при остром аднексите, как правило, отсутствует. Возможное значение дифференциальной диагностики острого аднексита имеют исследования через влагалище и через прямую кишку, которые должны быть выполнены у всех женщин, поступающих в стационар в связи с подозрением на острый аппендицит. При этом, можно определить болезненность придатков матки и инфильтрацию тканей болезненность при надавливании на шейку матки. Патологически выявили выделение из половых органов свидетельствует в пользу острого аднексита. Нарушенная внимательная беременность имеет ряд признаков, позволяющих отличить ее от острого аппендицита. Уже при расспросе больной можно установить задержку менструации или изменение характера последней менструации, кровяностые выделения из влагалища, характерно внезапное появление довольно сильных болей внизу живота и радирующих промежность прямой кишку, тошноты рвоты, обморочного состояния. При пальпации определяет болезненность внизу живота, напряжение мышц брюшной стенки отсутствует. При значительном внутребрюшинном кровотечении возникает слабость, выраженная бледность кожных покровов, тахикардия, снижение артериального давления. Можно обнаружить притупления в отлогих отделах живота, снижение в крови уровня гемоглобина и гематокрита. Исследование через влагалище позволяет установить болезненность при надавливании на шейку матки, иногда нависание сводов влагалища. При ректальном исследовании определяют нависание передней стенки прямой кишки в результате скопления крови в малом тазу. Разрыв яичника дает клиническую картину, сходную с нарушенной нематочной беременностью. При пункте заднего свода влагалища получает малоизмененную кровь. Почечнокаменная болезнь приводит к развитию почечной колики, которую часто приходится дифференцировать с остальным аппендицитом, особенно при ретроцикальном расположении червеобразного отростка. Для почечных колики характерно появление очень интенсивных периодически усиливающихся приступообразных болей в поясничной области и радирующих в наружные половые органы и переднюю внутреннюю поверхность гидра учащенного мочеспускания. При осмотре больного можно выявить положительный симптом пастернатского отсутствия или слабой напряжения мышц брюшной стенки. В моче определяют неизмененные эритроциты. Уточнению диагноза способствует хромоцистоскопия и проба Лорен-Эпштейна. Хромоцистоскопия при почной колике позволяет установить задержку в выделении окрашенной мочи из уст правого мочеточника, чего не бывает при остром аппендиците. Введение нескольких миллилитров новокайна в правый семенной канатик приводит к быстрому купированию приступа почной колики при пробе Лорена Эпштейна. Плеврит и правосторонняя пневмония могут быть причиной диагностических ошибок, особенно у детей, так как иногда сопровождается болями в животе и напряжением мышц в брюшную стену. Внимательный осмотр больного данное физикальное обследование легких позволяет избежать диагностической ошибки. При плевропонимании имеется кашель, одышка, цианоз губ, в легких выслушивают хрипы, иногда шум трения плевры. При инфаркте миокарда иногда возникает боли в верхней половине живота, напряжение мышц брюшной стенки либо отсутствует, либо очень невелика. Острый гастроэнтерит и дизентерию отличают от острого аппендицита, сфоткообразный характер болей в животе, многократная рвота пищи, понос. Обычно больные указывают на прием недоброкачественной пищи. При пальпации живота не удается точно определить место наибольшей болезненности, нет напряжения мышц брюшной стенки и симптомов раздражения брюшины. В анализе крови определяют нормальное количество лейкоцитов. При геморрагическом капилляротоксикозе болезненно Шелина-Геноха могут возникать мелкие кровоизливения подсирозными оболочками органов брюшной полости. Это приводит к появлению болей в животе, которые не имеют четкой локализации. Наибольшие геморраги обычно видны на коже, пуловище и конечности. Лечение острого аппендицита. В настоящее время единственным правильным методом лечения острого аппендицита является оперативная аппендиктомия. Чем раньше будет выполнена операция, тем меньше осложнений и лучшие результаты. Каждый больной с острым аппендицитом, независимо от возраста, пола и длительности заболевания, подлежит немедленному хирургическому лечению. Единственным противопоказанием к операции является инфильтративная форма аппендицита, да и то лишь в тех случаях, когда процесс локализовался и нет признаков нарастающего перитонита. Важное значение имеет медицинская грамотность населения и отношение людей к своему здоровью. Заболевший при любых болях в животе должен обращаться только к врачу и лучше всего к врачу скорой помощи. К сожалению, далеко не всегда больные по поводу болей в животе, особенно не очень сильных, сразу обращаются к врачу. Нередки случаи, когда заболевший, его родственники или соседи, считая себя довольно осведомленными в медицине, сами берутся за лечение и энергично проводят его, применяя промывание желудка, клизмы, массаж живот, а иногда и набрасывание на живот горшка по типу кровососной банки. И это лечение проводят до тех пор, пока больному не становится совсем плохо и необходимость вызова врача оказывается очевидной даже для домашних знатоков врачевания. Почти всех больных с острым аппендицитом оперуют под общим обезболиванием. В последнее время показания для применения общего обезболивания стали расширять. Большинством хирургов признано, что лучший доступ к слепой кишке обеспечивает косой разрез типа макбурная диаконова алкогича право-подвздошной области. Косой разрез проводят параллельно купартовой связке перпендикулярной линии, идущей от пупка до правой верхней ости воздушной кости и на 2-3 см пунктуля от последней. Уровень разреза зависит от положения слепой кишки. При обычном положении слепой кишки делают классический разрез. Очень важно правильно определить длину разреза. Он должен обеспечивать свободную работу в брюшной полости. Если возникает неудобство и трудности во время операции, следует немедленно расширить разрез вверх или вниз. Нередко при распространении процессов боковые каналы и в область малого таза используют среднюю срединную лаборатамию для полной ревизии всех отделов брюшной полости. разрезом диаконово волковича макбурные послойно скрывается брюшная полость. Крайне чаще всего прилежит слепая кишка, но нередко петли тонкой кишки или сальник. Слепую кишку определяют по лентам тени. Однако надо помнить о том, что при длинной брюшной брюшной в правой воздушной области может оказаться сигмовидная кишка. Ее отличают по жировым подвескам. Тупфер очень осторожно отводит прилежащие органы, обнаруживает слепую кишку и отодвигает ее кнутри. В отыскании слепой кишки помогает небольшое поворачивание больного на левый бок. Купол слепой кишки вместе с червеобразным отростком выводят в рану. Лигирует сосуды брыжейки отростка. Отросток перевязают у основания и отсекают, а его культю погружают кисетным и з-образными швами. Проверяют тщательность гемостаза. При деструктивной форме острого аппендицита гнойном выпаде и значительном количестве фибринозных гнойных наложений на прилежащих органах после аппендиктомии тренируется брусная полость. Если при достаточно подвижной слепой кишки, червеобразный отросток фиксирован в глубине и недоступен к выведению в рану, аппендиктомию выполняют ретроградным способом. Пережимают отросток в основание, перевязывают, пересекают, обрабатывают культю и погружают ее описанным способом, затем помещают слепую кишку в брюшную полость и перевязывают брежейку и удаляют отросток, выполняя все манипуляции в глубине брюшной полости. В этих случаях требуется расширение разреза и тренирование брюшной полости. На сегодняшний день идет тенденция к переходу на малоинвазивные методы мешательства при помощи специального инструментария. Лапароскопическая аппендиктомия входит в их число. Для выполнения этого вида мешательства производится раздувание брюшной полости углекислым газом. В 95% случаев используется углекислый газ. Делается это для того, чтобы приподнять брюшную стенку в форме купола над органами и обеспечить хороший обзор и доступ к ним. После введения лапароскопа осматривается брюшная полость и уже под контролем зрения вводятся еще два тракара инструменты используют в принципе выполнять все эти инструменты позволяют в принципе выполнять все те же манипуляции, что и при традиционной хирургической технике. Кровотечение из крупных сосудов может останавливаться клипированием или же перевязкой их к шовному материалу. робот ассистированная хирургия роботизированная аппендектомия выполняется через лапароскопические разрезы с помощью робота да винчи. Этот метод уменьшает кровопотерю, сводит к минимуму количество осложнений и сокращает продолжительность реабилитационного периода. Прогресс в области гибкой фиброскопии привел к появлению новых революционных направлений в эндохирургии таких как транскриминальная эндохирургия естественных отверстий человека и хирургии единого лапароскопического доступа. Основной целью этих вмешательств является снижение травматичности операций и улучшение эстетического результата. В настоящий момент оперативные инструменты для обеих методик, как и сами операции, еще находятся на стадии разработки и становления. После операционного периода специального лечения лечения больным не проводят. Назначают лечебную физкультуру и на ночь обезболивающие средства при необходимости антибактериальную терапию. При особых показаниях дают сердечно-сосудистые и другие лекарственные препараты. Важнейшее значение имеет лечебная физкультура, которую надо проводить всем больным. На другой день после операции больным можно ходить. Разрешать вставать и ходить надо с учетом индивидуальных особенностей и состояния больного. Швы снимают через 10-11 дней после операции. Осложженное течение острого аппендицита является причиной неблагоприятных исходов данного заболевания. Оно наблюдается в 10-12 процентах в случаях. Причины развития озложженного аппендицита можно разделить на управляемые и неуправляемые. К управляемым причинам относят ошибки до и госпитального диагностического этапа, как правило, связанные с атипичным клиническим течением заболевания. Второе. Нерациональная хирургическая тактика. Примером неуправляемой причины является позднее обращение пациента за медицинской помощью. Классификация осложнений острого аппендицита. По локализации со стороны операционной раны, гематомы, инфекции области операционной раны, инфильтрат, абцесс и так далее, леготурные свищи. Следующее. Интраабдоминальное осложнение. Аппендикулярный инфильтрат, локальные абцессы, брюшной полости, переаппендикулярный, тазовый, поддиафрагмальный, межкишечный и неотграниченный перитонит и пилифилибит. Экстра абдоминальное осложнение, назокарминальная пневмония, тромбоэмболия легочной артерии и другие. Далее будут обсуждены вопросы, связанные с интраабдоминальным осложнением острого аппендицита. Аппендикулярный инфильтрат. Под аппендикулярным инфильтратом понимают формирование вокруг воспаленного червеобразного отростка конгломерата из большого сальника, тонкой и слепой кишки, париэтальной брюшины. В целом, формирование инфильтрата носит целесообразный для организма характер, так как только в случае полного ограничения отростка от свободной брюшной полости может наступить самопроизвольное выздоровление при деструктивном аппендиците. Аппендикулярный инфильтрат осложняет течение острого аппендицита в 3-5% случаях. Клиники аппендикулярного инфильтрата всегда предшествуют проявлению деструктивного аппендицита, которые могут укладываться как в типичные, так и атипичные варианты проявления этого заболевания. Как правило, клиническая картина аппендикулярного инфильтрата развивается на 3-5-й сутки заболевания. Для аппендикулярного инфильтрата характерно снижение интенсивности болевого синдрома на 3-5-й сутки. При этом полного оккупирования боли не наступает. Проявления желудочной диспепсии для аппендикулярного инфильтрата не характерны. Возможно, симптомы кишечной диспепсии в виде умеренного пореза ободочной кишки. Интоксикационный синдром в случае развития аппендикулярного инфильтрата, как правило, выходит на первый план. У больного сохраняется слабость, общее недомогание, субфибрилитет, сухость во рту, познабливание. Отличительной особенностью аппендикулярного инфильтрата является субфибрилитет. Фибрильные лихорадки гектического типа характерны для интраабдоминальных абсцессов при инфильтрате не бывает. При сборе анализа необходимо акцентировать внимание на первичном симптомокомплексе, предшествующем клиническим проявлением инфильтрата на 3-5 суток. при аппендикулярном инфильтрате самочувствие больных улучшается, общее состояние больных рассенивается как удовлетворительное, как правило, имеется супфибрильная температура, умеренная тахикардия. При осмотре полости рта фиксируют внимание на обложенном суховатом языке. При осмотре живота можно отметить его незначительное симметричное вздутие, при этом обе половины брюшной стенки симметрично участвуют в дыхании. При поверхностной пальпации характерно отсутствие мышечного напряжения, а также специфических аппендикулярных и перитональных симптомов. При глубокой пальпации в правопоздушной области определяется плотное, малоболезненное и малоподвижное акуфоливидное образование. В анализах обнаруживают лейкоцитоз, ускорение сои, сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Общий анализ мочи и биохимические показатели крови не имеют специфических проявлений. Ультразвуковое исследование позволяет определить наличие объемного образования в правой подвздошной области, в состав которого входят петли тонкой и слепой кишки. УЗИ, выполненные в динамике, позволяют контролировать течение процесса во время проведения медикаментозной терапии, своевременно диагностируют абсцидирование инфильтрата. Диагностическая лапароскопия, как правило, применяется при сомнениях в диагнозе, для исключения неполного инфильтрата в случае проведения дифференциальной диагностики с другой ургентной патологией брюшной полости. Все пациенты с аппендикулярным инфильтратом экстренно госпитализируются в хирургический стационар. Для динамического наблюдения и проведения медикаментозной терапии. В ходе динамического наблюдения и медикаментозного лечения пациента с аппендикулярным инфильтратом оценивается клиническая лабораторная и УЗИ динамика течения заболевания. В случае прогрессирующего инфильтрата от цитирования больному показано неотложенное хирургическое вмешательство. В случае регрессии инфильтрата больной выписывается из стационара под наблюдение терапевта поликлиники. В этой категории пациентов по поводу хромического резидуального аппендицита должна быть выполнена плановая аппендиктомия через 3 месяца после перенесенного острого аппендицита. Выбор этих сроков обусловлен купированием острого воспаления в отростке и окружающих тканях, что позволяет выполнить аппендиктомию в холодном периоде, минимизировав риск осложнений. Абцессы брюшной полости развиваются в результате оскумывания инфицированного выпыта и могут быть следствием как прогрессирования деструктивного аппендицита, так и следствием послеоперационных осложнений, гематомы, неполноценная санация брюшной полости и состоятельность пультичервеобразного отростка. Общими в клинической картине интерабдоминальных аппендицитов являются следующие особенности. Развитие на 5-7 сутки от начала заболевания, малоинтенсивная боль, преобладание проявлением системного ответа на осмоление, лихорадка более 38 градусов, тахикардия более 90 ударов в минуту, тахипное, частота дыхания свыше 20 в минуту, изменение лейкоцитарной формулы, лейкоцитоз более 12 тысяч или наличие более 10 процентов незрелых форм. Проявление пореза кишечника, метеоризм, умеренно симметричное вздутие живота, задержка стула и газов. Переаппендикулярный абцесс. Как правило, является следствием абцезирования аппендикулярного инфильтрата. Клинические проявления развиваются на 5-7 сутки от начала заболевания. Характерной клиникой является проявление в этой сроке проявление системной реакции на распаление гипертармии ознобы, углубление проявления интоксикационного синдрома. При этом сохраняется малоинтенсивная боль в право-воздушной области, которая может приобретать пульсирующий характер и усиливаться при движении. Характерный симптом умеренного пореза кишечника. При сборе анализа у неоперированных больных необходимо акцентировать внимание на выявлении клиники деструктивного аппендицита предшествующие пятые и седьмые суток. При объективном исследовании состояния средней тяжести имеется проявление интоксикационного синдрома, гипертермия, одышка, тахикардия. При осмотре полости рта язык сухой обложен. При осмотре живота можно отметить его незначительное симметричное вздутие. При этом ограничения в дыхании нет. При поверхностной пальпации характерны отсутствие мышечного напряжения и четкой локальной болезненности, а также специфических аппендикулярных и перитониальных симптомов. При глубокой пальпации в право-подвздошной области можно определить наличие инфильтрата без четкой флюктуации. Ректальные исследования, как правило, малоинформативно. Определяет лейкоцитоз, ускорение соя, сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Утразвуковое исследование позволяет определить наличие объемного жидкостного образования в право-подвздошной области. В полосе, имеющей четкую капсулу, определяет уровень жидкости с газом над ней. Рентгенологическими признаками интерабдоминальных абцессов является наличие осумпованного жидкостного образования с уровнем газа или пузырьками воздуха. Хирургическая тактика при переаппендикулярном абцессе необходимо стремиться вскрыть гноник вне брюшина, не допуская контоминации свободной брюшной полости. Тазовый абцесс как правило является послеоперационным осложнением и развивается вследствие отграничения инфицированного выпыта пузырно-премикишечным у мужчин или маточно-премикишечным у женщин в пространстве при неполноценной станации брюшной полости. Характерно развитие клинических проявлений на 5-7 сутки послеоперационного периода. Особенности клинических картин тазового абцесса следующие. Неопределенные боли внизу живота и радирующих промежность, симптомы реактивного проктита, учащенная болезненная дефекация, тенезны, патологические примеси в калии, дизиургические расстройства. Наибольшую ценность диагностики тазового абцесса представляет ректальное исследование у женщин дополняемое вагинами. В заднем своде влагалища или по передней стенке прямой кишки обнаруживают малоподвижный болезненный фильтрат с очагом флюктуации. Методы дополнительной диагностики те же самые, как у остальных внутриверочных абцессах. Наличие тазового абцесса является абсолютным показанием к его дренированию. Вскрытие тазового абцесса необходимо выполнять неброшинно, как правило, у женщин через задний свод влагалища, а у мужчин через переднюю стенку прямой кишки. Межкишечный абцесс развивается в послеоперационном периоде в результате скопления инфицированного перитонального эксцедата в складках ближайки и между петлями тонкой кишки. Так же, как и при других гнойниках в брюшной полости, для межкишечного абцесса характерно развитие на 5-7 сутки после аппендектомии. При этом данная локализация абцесса практически не имеет специфической клиники. Помимо симптомов, характерных для всех интерабдоминальных абцессов, при объективном исследовании возможно выявление плотного малоподвижного инфильтрата в гипо- или мезогастре. Как правило, имеются проявления пореза кишечника. Методы дополнительной диагностики те же, самые, как и при других гнойниках в брюшной полости. Наличие межкишечного абцесса является абсолютным показанием кооперативного вмешательства. Для вскрытия межкишечного абцесса используют лаборатомию над предполагаемым очагом. Поддиафрагмальный абцесс. Причиной образования считается скопление офицированного выпада в поддиафрагмальном пространстве справа в результате распространения его по правому боковому каналу. Для аппендикулярного поддиафрагмального абцесса типичная локализация в правом заднем поддиафрагмальном пространстве. Особенности клинической картины болевой синдром, характерны тупые боли в правом подреберье и нижних отделах грудной клетки справа, усиливающиеся при глубоком вдохе. Диспепсия, как правило, отсутствует левропульмональный синдром, наличие сухого малопродуктивного кашля, клинические проявления эксцедативного плеврита справа, развитие пневмонии нижней доли справа. При осмотре грудной клетки имеется отставание правой ее половины при дыхании, больной старается шадить ее при глубоком дыхании, ограничивая ее подвижность. При перкусии выявляется типичная картина эксцедативного плеврита в виде характерного притупления левочного звука в виде линии домуазо. Аускультатины обнаруживают ослабление дыхания, возможное выявление симптоматики правосторонней базальной пневмонии. При исследовании живота обращают внимание на ограничение подвижности правого адреберия при дыхании. Характерным для подиафрагмального абсцесса является симптом крюкова наличие болезненного выбухания в области расширенных 6-8 межреберий между задней и средней подмышечными линиями справа. В анализах определяет лейкоцитоз, ускорение соя, сдвиг лейкоцитарной формуле влево. Ультразвуковое исследование позволяет определить наличие уровня жидкости с газом над ним в подиафрагмальном пространстве справа. Обзор рентгенографии и компьютерной томографии брюшной полости и грудной клетки обнаруживают осункованное жесткостное образование с уровнем газа или пузырками воздуха. Косовым признакам относят ограничение подвижности правого купола диафрагмы, высокое состояние правого купола диафрагмы, эксудативный плеврит справа, гневмония в нижней доле справа, хирургическая тактика при поддиафрагмальном абсцессе, дренирование под утрозвуковом или же КТ-контролем. Введение послеоперационного периода аналогично лечению других локализаций абсцессов. Аппендикулярный перитонит. Так как к вопросам перитонита посвящено отдельное занятие, остановимся лишь на вопросах тактики в зависимости от распространенности аппендикулярного перитонита. Установленный диагноз перитонита является абсолютным показанием к операции. В случае тяжелого состояния пациента возможно проведение предоперационной подготовки, ее длительность не должна превышать двух часов. Этапы оперативного вмешательства. При местном перитоните адекватным доступом является разрез над источником перитонита в аппаратомии при диагнозе при местном перитонита аппендикулярного генеза. При вскрытии внутребрешных гоняков следует стремиться к внебрешенному доступу, чтобы предотвратить контаминацию брюшной полости содержимым абсцесса. Распространенная форма перитонита для обеспечения адекватной ревизии и санации брюшной полости требует выполнения широкой как правило срединной лапаратомии. Цель операции устранения источника перитонита аппендиктомия и интероперационной санации брюшной полости. Применение промывания брюшной полости при местном и диффузном перитоните недопустимо, так как приводит к распространению инфицированного эксудата на интактные и отделы брюшной полости. При развитом и тотальном перитоните для эвакуации токсичного выпыта используется перитониальный лаваж. Дренирование брюшной полости применяется для удаления оставшегося выпыта, контроля за состоятельностью анастомозов и для выполнения перитониального лаважа в послеоперационном периоде. Пилифлибит это инфицированный тромбоз воротной вены в результате гематогенного распространения инфекции из вен червеобразного отростка. Несмотря на свою редкость, это наиболее тяжелое осложнение острого аппендицита, цифры летальности, при котором достигает 95%. Как правило, причиной пилифлибита является гангаринозный аппендицит, при котором инфекции из тромбированных вен брюшейки отростка распространяются максимально по воздушно-ободочным брюшечным венам в исходе обуславливая развитие тромбоза ствола воротной вены и формирование пилифлибитических абсцессов печени. Особенностью клинической картины является наличие проявления ангиогенного сепсиса с первых суток послеоперационного периода, гипертермия, тахикардия, органная дифункция. Остро возникшая портальная гипертензия с подпеченочным уровнем блока осыпь, спленомегалия, подчеркнутость венозного рисунка передней брюшной стенки и клиника неразрешающаяся пореза кишечника. При объективном исследовании состояние пациентов тяжелое за счет септического синдрома может наблюдаться желтуха в признаке органной дисфункции, одышка, тахикардия, гипотония. При осмотре живота обращает внимание его симметричное вздутие, наличие осцита. При пальпации определяется болезненность правой половины без выраженных симптомов раздражения брюшины. Обращает внимание наличие спленомегалии. При распространении процесса на печеночные вены присоединяются и гипотомегалии. Как правило, развитие пилифлебита является фатальным осложнением. Причиной смерти является прогрессирующий сепсис с развитием полиорганной в первую очередь печеночной недостаточности в результате формирования пилифлебитических отцессов печени. В связи с ограниченными возможностями современной хирургии в лечении этого заболевания основное значение имеет хирургическая профилактика пилифлебита. В связи с этим при выявлении признаков тромбоза вен брюшейки отростка при аппендиктомии следует удалять всю брюшейку, опережая распространение процесса на подвздошно-ободочную вену. Спасибо за внимание. Спасибо.